Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об отмене дачных теплоходов, новом налоге в стране и правилах социального найма. 22 медали завоевала команда Новосибирской области в финале чемпионата России по профессиональному мастерству. Это традиционные соревнования, в которых встречаются представители разных профессий, от поваров до системных администраторов. В Южно-Сахалинск приехали 850 человек из каждого субъекта страны. Новосибирцы стали лучшими в таких компетенциях, как уклад конопольных покрытий, технологии моды, лабораторный химический анализ. Кроме того, еще в 19 дисциплинах наши участники завоевали серебряные и бронзовые медали. Победители войдут в сборную страны для участия в финале чемпионата мира. Дачникам в Бибихе придется добираться до участков только по автомобильной дороге. Теплоходы к местной пристани больше не причаливают. Речфлот отменил остановку на маршруте речной вокзал Седого Заимка из-за низкого уровня воды в Аби. Река обмелела, и гидрологические условия в этом месте не позволяют швартоваться пассажирским теплоходом. Нужно углублять дно. Остановку отменяют каждый год. Это согласовано с областным министерством транспорта. Минфин России предложил ввести экологический налог. Платить его будут организации и граждане, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб окружающей среде. Исключение составят твердые бытовые отходы. Такой законопроект появился на портале нормативно-правовых актов. Уточняется, что налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов. Ставка будет устанавливаться для каждого вещества в отдельности. К примеру, за тонну аммиака, карбоната натрия или диоксида азота придется платить около 140 рублей. За тонну хлора – более 180. Пенсионеры выходят в интернет. Все больше людей серебряного возраста ищут вакансии во всемирной паутине. По статистике, чаще соискатели – мужчины. По данным аналитиков рынка труда, возраст – седьмой по счету критерий, на который смотрит работодатель. Владимир Иванович на поле работает уже 40 лет. С должности шофера дослужился до главного инженера. На пенсию ушел в прошлом году, однако остался работать. Говорит, в колхозе молодежи мало, а бросит дело всей своей жизни. Совесть не позволяет. Помочь своей деревне, своему хозяйству. Замена, как говорится, все равно есть, но может и будет. Но как-то продолжаем работать. Как отмечают эксперты, с каждым годом пенсионеров, желающих работать все больше. И чаще соискатели за 50 ищут вакансии в интернете. То, что люди предпенсионного и пенсионного возраста далеки от технологий – заблуждение. Три-пять лет посмотреть, таких соискателей становится все больше. Но тут, во-первых, конечно, и взрослеет основная группа соискателей. И еще связано с тем, что все больше людей, в том числе старшего возраста, начинают использовать более современные методы для поиска работы, коим является интернет. Закон о недопустимости дискриминации по полу и возрасту действует в России уже несколько лет. В большинстве случаев претенденты за 50 ищут работу по своей основной специальности. Чаще производство, строительство, общепит, преподавательская и научная деятельность. Практика показывает, что порядка 50% все-таки продолжают дальнейшую трудовую деятельность. У нас на учете в области состоит 828 664 человека по состоянию на 1 июля. Из них порядка 200 тысяч продолжают трудовую деятельность. Как отмечают эксперты, все больше пенсионеры и люди предпенсионного возраста интересуются молодежными вакансиями – менеджмент, маркетинг, IT-технологии. Все больше заявок на курсы и переобучение. Екатерина Широкова, Евгений Агеев. Новости ОТС. Сегодня в департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирская мэрия будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы граждан о социальном найме жилого помещения. Какие права имеют наниматели по сравнению с собственниками жилья? Можно ли продать квартиру, если ее часть принадлежит муниципалитету? И как признать аварийным дом, в котором есть такая собственность? На все вопросы можно получить ответ по телефону 228-86-46 с 2 до 3 часов дня. Сегодня в Новосибирске начинается отборочный тур фестиваля «Добрая волна». Он пройдет в девяти городах страны. Это всероссийское движение, которое помогает начать творческую карьеру детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Инвалиды – воспитанники детских домов. Ребята из малообеспеченных семей получают возможность попасть на большую сцену. Фестиваль организует Академия Игоря Крутого. Его послами стали такие звезды, как Киркоров, Лазарев и Валерия. В Новосибирске участники от 6 до 16 лет выступят в четырех номинациях – вокал, игра на музыкальном инструменте, хореография и сценическое искусство. Прослушивание начинается сегодня в 11 часов в концертном зале «Евразия». И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о новой услуге пенсионного фонда, необычных квартирах в Новосибирске и изменениях в составе хоккейной Сибири в предстоящих матчах. В 41-й армии проводят полевой лагерный сбор. В нем примут участие больше тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. В течение недели они будут отрабатывать действия по уничтожению крылатых ракет и маневренных беспилотников. Главная задача – прикрытие военных объектов при атаке условного противника с воздуха. На сборах используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», установки «БУК» и «ЗУ-23-2». В Пенсионном фонде России разработали новую электронную услугу. Теперь не нужно лично подавать заявление о переезде или выплате средств из материнского капитала. Если пенсионер меняет место жительства, он может уведомить об этом через социальный сервис в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Тогда его персональное дело вместе с информацией о начислениях переедет вместе с ним автоматически. Также в электронном виде можно подавать заявление о ежемесячных выплатах из материнского капитала. Напомню, право на это получили семьи, в которых доход меньше полутора прожиточных минимумов на одного человека. В Новосибирске нашли необычные квартиры в обыкновенных многоэтажках. Список составили аналитики портала n1.ru на основе объявления о выставленной недвижимости в продажу. Возглавила рейтинг пятикомнатная двухуровневая квартира в Первомайском районе. Объект находится на последних этажах панельного дома. Недвижимость продается под самоотделку. Его цена почти 5 миллионов рублей. Далее в списке двухуровневая квартира недалеко от станции метро «Студенческая», которая занимает первый и цокольные этажи. В подвале оборудована сауна с большой комнатой отдыха, глубоким бассейном и душевой кабиной. А из лоджи есть вход в погреб. Цена объекта более 6 миллионов рублей. Небольшая, но двухуровневая квартира находится в продаже и в районе городского аэропорта в кирпичном шестиэтажном доме. Приобрести ее можно почти за 5,5 миллионов рублей. Как не обвариться горячим молоком и правильно замесить тесто для пирожных? Сегодня для детей из многодетных семей профессиональные шеф-повара проведут мастер-классы по технике безопасности на кухне и расскажут самые интересные рецепты детских блюд. В рамках марафона делюсь делом общегородского форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». Дети смогут посетить уроки кулинарной школы. На профессиональном оборудовании в течение трех часов дети из многодетных семей смогут поработать поваром, барменом и официантом. Под руководством профессионалов они приготовят домашнюю пиццу, блинчики с мороженым и фруктами фламбе. Узнают о нюансах работы на кухне и правилах безопасности. Сегодня, в День археолога, в Новосибирском краеведческом музее открывают выставку «Дети неба». Экспонаты – бронзовые артефакты, которые нашли во время раскопок на территории нашей области. Так в Сузунском районе исследовали новый археологический памятник, в котором два культурных слоя. Один эпохи поздней бронзы, не позже X века до н.э. Второе захоронение сделано на пять веков позже. Там уже железные орудия труда и украшения. В этих местах селились давно вымерший народ обские угры. Для них было свойственно вырезать из бронзы тотемных животных или даже богов из своего пантеона. Все эти украшения и обереги хранили в специальных сундуках или подвешивали на священных деревьях. Выставку откроют сегодня по адресу Красный проспект, 23. И о спорте. Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» получили вызов в молодежную сборную России. Защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков примут участие в турнире четырех наций, который пройдет с 24 по 26 августа. Из-за вызова в национальную сборную 19-летние хоккеисты пропустят часть подготовки к новому сезону. За это время «Сибирь» проведет контрольный матч с Новокузнецким «Металлургом», а также примет участие в турнире «Рамазана». Напомню, что ранее этим летом в состав Олимпийской сборной России были вызваны два основных игрока «Сибири» – Николай Демидов и Алексей Красиков. Сезон в континентальной хоккейной лиге наша команда начнет 2 сентября. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о путешествии корабля церкви по региону, сборе сибирских поэтов и изменениях в школьной программе. Сегодня от пристани речного вокзала в плавание по Новосибирской области отправляется корабль «Церковь Андрей Первозванный». За две недели он сделает остановку в 47 отдаленных селах из Китимского, Сузонского, Ордынского и Новосибирского районов. На борту медики, священники, специалисты пенсионного фонда и социальных служб. Сельские жители смогут пройти прием у врача и диагностику УЗИ и кардиограмму. Получить консультации по перерасчету пенсий или оказанию социальных услуг. Традиционно во время остановки проходят крещение, венчание или исповеди. Прихожанам раздают святую воду, предлагают духовную литературу. Корабль «Церковь» путешествует по Аби уже 22 года. За это время на его борт поднялись больше 100 тысяч жителей деревень, которые находятся на речных берегах. Российским школьникам хотят изменить программы по физике и информатике. Соответствующее предложение направлено в Министерство просвещения. В документе предлагается увеличить больше практических занятий на основе современных технологий. По мнению авторов инициативы, информатику необходимо дополнить изучением темы больших данных, основ технологий блокчейн, научить школьников писать типовые программы для работы беспилотников и другой робототехники. Занятия по физике предлагают проводить на предприятиях, а самим ученикам дать возможность конструировать изобретения, например, летательные аппараты. И в продолжении темы образования. Сегодня в летней школе учебного центра НГУ пройдет самый зрелищный урок. Слушателям покажут демонстрационные опыты по химии. Из пробирок будут вырываться вулканы, порошки и жидкости. За доли секунд поменяют цвет, а жидкий азот превратит живые розы в хрустальные. Организаторы шоу обещают новый зрелищный опыт из каскада химических реакций. Отдельный раздел сегодня посвятят прошедшему в России чемпионату мира по футболу. Начало демонстрации в 16 часов в большой физической аудитории. Это главный корпус НГУ. Сибирские авторы обсуждают судьбу отечественной литературы на берегу Обского моря. В Ордынском районе стартовало региональное совещание сибирских авторов. Это встреча поэтов и прозаиков из разных городов Сибири. По сути, продолжение советских традиций. В 90-е литераторы потеряли связь, теперь восстанавливают. Зачем нужны подобные встречи и есть ли у региональной литературы будущее, расскажет Мария Черешнева. Слово «совещание» здесь не совсем уместно. Скорее, дружеская и одновременно профессиональная встреча. Поэты и прозаики, редакторы и критики ближайшие три дня проведут на природе в Ордынском районе. Я вам хочу всем, вашему всему сообществу пожелать, чтобы вот эти дни, когда вы будете на нашей земле на Ордынской проводить ваше собрание, чтобы оно было на самом деле наполнено творчеством, чтобы вы многому-многому друг у друга научились. Это совещание, его проводят при поддержке регионального министерства культуры, по сути и есть обучение. В течение трех дней участникам предстоит зачитывать друг другу отрывки своих произведений, анализировать их, работать с текстом. На совещании сибирских авторов не так много участников. Здесь примерно 40 человек. Впрочем, подобным мероприятиям особый размах, масштаб и не нужен. Ведь это разговор живой и детальный. Светлана Михеева в Иркутске возглавляет региональное представительство Союза российских писателей. Эта встреча для нее прежде всего новые знакомства. Мне интересно. Я приезжаю, чтобы посмотреть, кто есть в регионах, что люди делают, и как мы можем вообще найти какой-то контакт профессиональный, оценить обстановку, какой-то ресурс, понять, да, литературный ресурс вообще Сибири, кто что делает. Это очень важно, потому что, вы же знаете, и у вас, наверное, и у нас многие уезжают. То есть что сейчас у нас в наличии, это вот важно понимать. Это не только возрождение старых традиций. В 90-е литераторы утратили междугороднюю связь, теперь восстанавливают упущенное. Главный вопрос – судьба региональной литературы. Местные издательства не очень хорошо печатают своих авторов, к сожалению. Издательствам нужны быстрые, короткие деньги. Очень быстро распродать. Если человек не раскручен, если человек не широко известен, и он не медийное лицо в телевизоре, это может быть даже замечательная книга, но это будет длиться неделями, месяцами. Тем не менее, у перспективных авторов есть шанс пробиться. По итогам этого совещания тоже определят лучших. У них будет возможность побывать на аналогичном московском совещании литераторов. Некоторых рекомендуют в Союз писателей России. Мария Черешнева, Антон Мамаев, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты. Инстепири в социальной сети Instagram OTS нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Основостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о подорожании авиабилетов, ограничениях в продаже алкоголя и знаменательной дате исторического парка Новосибирска. Авиабилеты за границу подорожают из-за падения курса рубля. Это произойдет уже сегодня. Стоимость вырастет как на рейсы российских компаний, так и зарубежных, так как все расчеты между участниками рынка производятся в иностранной валюте. В среднем цены на авиабилеты увеличатся на 6-8%. Отмечается, что многие пассажиры уже подготовились. Продажи по международным направлениям выросли за последние дни на треть. Добавлю, что снижение курса рубля продолжается с середины прошлой недели, когда Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. В Госдуме предлагают закрыть полки с алкоголем в магазинах. Как и в случае с сигаретами, поместить спиртное могут либо в отдельные залы, либо на спрятанные прилавки. Инициативу народные избранники рассмотрят уже текущей осенью. Как пояснили авторы закона проекта, в России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения – доступность алкоголя. Кроме того, это подает плохой пример детям, которые постоянно видят людей, покупающих красивые бутылки. По мнению депутатов, продажа алкоголя в специальных зонах не повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. Участники смены «Юный десантник» прошли боевое крещение прыжком с парашютом. Для многих ребят десантирование стало первым воздушным экстремальным опытом. А кто-то сумел закрыть третий разряд по парашютному спорту. О том, как это было, расскажет Александр Попов. «Имитация толчка инструктора на выходе из самолета, а также теории четырехдневного курса «Юного десантника» сданы на «Отлично». Действия парашютистов в воздухе, действия в особых случаях приземления, применение запасного парашюта, приземления на препятствия отработаны, прыжкам допущены». Допущены 60 курсантов военно-патриотических клубов Новосибирска и области. Счастливчиков консультируют инструкторы и успокаивают бывалые парашютисты. «И, допустим, если ты ходишь на задержку на 10 секунд, ты падаешь так 10 секунд, там 15, когда падаешь, у тебя в ушах звенит, все звенит, у тебя ветер, у тебя получается, я его прорезаю, и очень страшно. А потом, когда раскрываешься, понимаешь, что все нормально, у тебя купол над головой, ты спокойно снижаешься». Последние минуты перед боем. Волнение не скроешь, но ребята хотели этого и страстно желание. И отказываться от своей мечты свободного полета не будут. Впереди буря эмоций, море адреналина и масса впечатлений. Практически полный штиль, солнечная погода, комфортный Ан-2 и счастливые лица приземлившихся ребят. «Чувство полета, когда весь мир под тобой. Это очень классно и незабываемо». «Это очень круто. Сначала страшно, а потом такая фаерия, что ты живой, ты спустился». «Было удовлетворительно». «Сначала непонятно, может маленько страшно, а потом все громо, а что круто, раскрылось, ну работа». «Мы летим, я еще думаю, что-то долго, ну ладно, наверное, так должно быть. Мы поели конфеток. Только не говорите инструкторам». «Отлично. Вот такие ощущения, всем советую». Не меньше переживаний у организаторов. Пять лет юные десантники обходились без прыжков. В финансовом плане была нелетная погода. В этом году деньги удалось найти. Смена организована при поддержке Центра гражданско-патриотического воспитания Новосибирской области, Центра дополнительного образования «Алые паруса», Новосибирско-регионального отделения ДОСАФ России и Союз десантников Сибирии. В следующем году смену постараются приурочить к армейским играм. И к испытаниям юных десантников может добавиться настоящая тропа разведчика. Как бы то ни было, но главную цель организаторы уже, кажется, достигли. Армейские условия «Экстрим» сплотили курсантов «Настоящее боевое братство». «Союз десант!» Александр Попов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Большинство работающих россиян получают белую зарплату. Это данные опроса фонда «Общественное мнение». 42% опрошенных заявили, что их доход полностью официальный. 7% респондентов сказали, что часть денег получают в конверции. Примерно столько же число граждан признались, что имеют черный заработок. Каждый пятый россиянин согласился бы получать часть зарплаты в конверте в случае ее повышения. Сегодня жители военного городка отмечают день рождения территории, центром которой долгое время был гарнизонный дом офицеров. А теперь исторический парк «Россия. Моя история». 15 августа 1910 года в Новониколаевске состоялась закладка первых военных казарм. Комплексы из 37 каменных зданий, которые занимали 41-й сибирский стрелковый полк, 2-я сибирская артиллерийская бригада и 1-й сибирский артиллерийский дивизион. Это был самый большой в Томской губернии военный городок, рассчитанный более чем на 3000 человек. А дом офицеров считался сердцем культурной жизни. Здесь проходили концерты и праздники. Сохраняя эти традиции, на площадке перед зданием исторического парка сегодня пройдет день военного городка. Посетители услышат выступление вокально-инструментального ансамбля «Белые росы». Смогут посетить мастер-класс по шелкографии от Новосибирской государственной областной научной библиотеки. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты. Теперь и в социальной сети Instagram. OTS нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала OTS в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok